ребята всем привет рад всех видеть сегодня поговорим о такой очень важной теме небольшое будет короткое видео но все-таки хочу затронуть одну из самых главных тем все-таки это позиция сверху и о том как вы ее понимаете и как вы ей пытаетесь следовать и почему к сожалению вы там допускаете такие фатальные ошибки которые вы допускаете я расскажу вам историю про то как один из учеников нам позвонил в общем не позвонил на консультацию и рассказал что теперь он точно понял что такое позиция сверху как он сейчас я будет применять и точно уже все женщины теперь будут его вот об этом хочу поговорить прежде там есть еще короткая новость в 1 уже на этой неделе 23 числа в москве и 24 в санкт-петербурге пройдут два однодневных тренинга уже последний в этом году это полноценные тренинги на которых будет как и теория с ответами на вопросы так и практика с подходами и обратной связью для кого подойдут эти однодневные тренинги для тех кто с самого начала заходит он боится он ничего не знает ему страшно вот поработаем с этим и будем брать уже первые телефоны для категории ну так называется с нуля для тех у кого уже там есть какие-то свои наработки кто-то хочет поглубже разобрать подходы свидания возможно уже там даже отношения то есть для вас тоже будет выделено время связи с этим группы набираем всего по пять человек чтобы была возможность каждому дать персональную обратную связь и заниматься не только какими-то общими базовыми вопросами а еще персонально ответить на те вопросы с которыми вы пришли поэтому 23 в москве 24 в питере оставляйте заявку группа всего будет пять человек полноценный однодневный тренинг на два города будем вас ждать то касается позиции сверху все-таки позиция сверху это когда мужчина собственно говоря доминирует и сережек а то с которым я общался по телефону мне сказал ну все теперь я вижу как вы себя ведете я вижу как вы выглядите в общем вы такие все прям мужики-мужики мне надо себя прям давать там мужика этого драйва энергии я там самец что собственно говоря является самой большой ошибкой если далеко не ходить и сильно долго не разжевывать внешняя позиция сверху допустим фильм крестный отец там главный герой марлона брондо сидит в кресле он очень спокоен такой немножко можно даже сказать усталом уставший усталый кроме того что у него двигается одна ротовая щели и там пальчиком что-то он делает он собственно говоря больше не дергается даже тогда когда там происходят какие-то убийства фатальные вещи он все равно решает их достаточно просто ну по крайней мере с виду и так этот этот это так по крайней мере видно вот к этому естественно нужно приходить потому что позиция сверху все-таки это опыт это опыт это какие-то уже сформировавшиеся устоявшиеся взгляды на разные вещи в том числе и на те которые вам могут не нравиться поэтому человек который уже тысячу раз допустим ну допустим простой пример на тренинге один из наших ребят повел девочку на свидание сразу же кто не знает на тренингах на полноценных тоже ходим на свидание и там она решила там что-то дорогое заказать какой-то там не знаю бутылку шампанского чуть ли не за 10 тысяч и он там в общем очень сильно распереживался и как-то не будем рассказывать но некрасиво вышел из этой ситуации так вот ребят смотрите такие ситуации могут быть сплошь и рядом но в общем никто не гарантирует как себя поведет женщина на свидание поэтому париться из-за того что она себя вот так ведет не нужно у тебя есть своя позиция что ты точно на первом свидании там не покупаешь шампанское за 10 тысяч рублей за бутылку и ты об этом должен знать вот эта твоя позиция в том числе сформированы уже тобой заранее то есть этому либо нужно учиться на тренингах либо нужно самостоятельно это как-то всю эту информацию все в голову напитывать потому что вы там дергаетесь и чего-то не знаете потому что ну от того что вы просто чего-то не знаете когда у вас есть форме сформированы и вами уже мнение это и есть ваша позиция и благодаря тому что у вас есть сформированная позиция вам не надо будет переживать за то или за другое в общем нужно все это дело отслеживать это дело все нужно отслеживать когда вы на подходах начинаете излишне жестикулировать руками дергаться там супер сильно улыбаться это все выглядит нарочито это все видно поэтому из практических рекомендаций которые я вам могу дать как минимум возьмите с собой кореша который на это посмотрит и все вам расскажет если вы это не видите кстати ученики на тренингах обычно этого не замечают когда парни подходят и говорят что в общем я не улыбался а сам стоит и вот так вот с девочкой все там пять минут общения он лыбится потому что он пытается и понравится переигрывает возьмите с собой кореша чтобы он за вами последил или снял это все на телефон на тренингах мы вам даем обратную связь но если вы пытаетесь это делать дома возьмите кого-нибудь что кто-то вам ну собственно говоря эту обратную связь тоже дал потому что иначе вы не сможете грамотно дать себе оценку вот если вы плюс-минус понимаете что вы дергаетесь или переигрываете так как вам успокоиться одно из наших практических заданий на тренинге раньше было это там не знаю пол километра пройти вот такими мелкими 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 шажками то есть ты реально там физически устаешь тебя сначала мозг начинает немножко паниковать а потом успокаиваться и уже на подходах ты знаешь что тебе дергаться не нужно и общаясь девушка тебе уже не надо там лишний раз кривляться и вкладываться как это делаете вы а уж тем более позицию сверху с агрессией вот с этим напором там я мужик я самец делать не нужно еще раз говорю позиция сверху это ваши устоявшиеся со временем мысли которые вам не нужно агрессивно транслировать поэтому будьте спокойны будьте свободны и легки на подходах это самое главное что вам нужно сейчас делать ребята еще раз повторяю кто сам двигается сам пробует возьмитесь на помощь себе напарника который поможет вам это отследить у кого это не получается нет возможности приходите к нам на тренинги на однодневные либо на полноценные как угодно мы будем вас ждать это был юра всем пока до встречи